Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Тулу, провел совещание на одном из оборонных предприятий, открыл Тульское Суворовское училище, а затем отправился в Ясную Поляну. Президенту провели экскурсию по дому, где родился и вырос Лев Толстой, а затем глава государства пообщался с тульскими общественниками за чашкой чая под аккомпанемент осеннего дождя. Уважаемые друзья, во-первых, хочу поблагодарить Екатерину Александровну за такой интересный рассказ. Я уже не помню, когда я здесь был, очень давно. Такое впечатление, что и не было. Но когда ходишь в полку, что-то сразу перед глазами встаёт. Очень интересно. Не, мне нужно, наверное, говорить лишних слов, но не могу не сказать, что это очень хорошо, что у нас уже все сохранилось, что есть такие люди, которые бережно так относятся. И начиная с первого хранителя, с супруги Ивана Николаевича, и потом во время таких бурных событий гражданской войны, христиане, простые люди всё это сохраняли. Во время Великой Отечественной старались сберечь. Страна вывезла основные экспонаты в Сибирь, потом вернули. Но вот и сейчас, конечно, очень много для нас значат память Ивана Николаевича о его наследии. Безусловно, это, а, наша гордость, и, б, на этом распитывались и будут распитываться поколения. Будут воспитываться гуманизмом, любви к людям, любви к Отечеству. Поэтому это, конечно, очень важно. Надеюсь, что и Алексей Геннадьевич тоже, понимая всё это, сделал всё, чтобы и областные власти, структуры относились к сохранению и поддержанию в должном виде этого музея соответствующим образом. Вот, но Алексей предложил нам встретиться по другому поводу, конечно, не просто поговорить о музее, хотя это очень важно. Я знаю, что он выступил с инициативой обсуждать, и это обсуждение достаточно широко прошло, планы по развитию Тульской области, планы по подготовке стратегии или мер развития Тулы и Тульской области на пятилетний срок до 2021 года. И очень хорошо, что там отражены все направления и экономическое развитие, промышленность. Здесь нам всем понятно, всем известно хорошо, что Тула – это кузница нашего оружия. Но это не только ОПК. В последние годы многое изменилось. Тула важна для нашей страны, для России, для российской экономики и другими направлениями деятельности. Это и химическая промышленность, это машиностроение в широком смысле слова, это пищевка, перерабатывающая, лёгкая промышленность. Но не менее важно, и вот мы сегодня это тоже обсуждали на совещании здесь, не менее важен потенциал и оборонной промышленности Тула и Тульской области для того, чтобы переходить на выпуск товаров двойного назначения, либо чисто гражданского значения на оборонных предприятиях. Мы сегодня этим занимались. Но для того, чтобы здесь жизнь была полноценной, интересной и приятной для людей, которые здесь живут, для того, чтобы люди любили свою малую родину и никуда отсюда не уезжали, а пока такой этот ток есть, особенно среди молодого населения, молодых людей, нужно создавать благоприятные условия для жизни, безусловно. И это очень хорошо, что кроме вопросов чисто экономического характера, Вы в своей программе пятилетнего развития уделили внимание и здравоохранению, и культуре, уделили внимание образованию. Но вот это, конечно, всё чрезвычайно важные вещи. Очень рассчитываю на то, что планы, которые там у Вас свёрстаны, будут ритмично, эффективно и в сроке качественно исполняться. Но для этого, безусловно, нужна, так же, как и в стране в целом, должна быть такая сплочённая команда, консолидация нужна. Я, надеюсь, вокруг руководителя Тульского, я посмотрел, конечно, что греха-то это идти придумывать. У меня сейчас я полупред докладывал, рейтинги всякие, это хорошие, но на этом недостаточно. Нужно будет потом много работать для того, чтобы исполнять то, что свёрстано на бумаге, чтобы всё это в жизни реализовывать. Ну, поскольку мы здесь собрались, и я считаю, что было бы, наверное, неверно, если бы я вещал здесь до утра, я лучше Вас послушаю. Давайте мы... Слышите, пожалуйста. Да, пожалуйста, Алексей Иванович. Слович, мы ещё раз хотим Вас поприветствовать на нашей всей земле и понимаем Вашу загруженность, Восграфик. Мы очень Вам благодарны, что Вы нашли время и посетили наш край. Я хочу сказать, что за этим словом присутствуют люди, которые принимали активнейшее участие в написании программы социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет. Эта программа называется «Сила и таланты». Значит, в этой программе, когда мы собрались написать эту программу, я собрал кабинет министров, мы сели, подумали, я сказал, стоп, давайте-ка мы начнём с народа. Давайте мы обратимся к нашим жителям, нашей Турской области, и основные посылы получим от них, потому что никому, ни как жителям нашим важные вопросы, которые лежат на поверхности, они ходят по земле, хотя мы тоже ходим по земле, мы всё тоже прекрасно понимаем. Но мы решили сделать так, чтобы посыл и основные полки написания программы были от наших жителей. Жители эту идею поддержали. Мы создали экспертные группы, которые, каждая экспертная группа занималась по своему направлению, эффективно образование, металлизация, туризм, огромный потенциал. И сейчас здесь находится как раз самое активное, которое принимали участие в внутренних программах. 4 тысячи предложений от наших жителей пришло. Значит, самые конструктивные, самые особенно такие важные, чувствительные, они вошли, были рассмотрены экспертными группами, они вошли в состав этой программы по разделам. И я хочу сказать, что по своему содержанию программа ничего нового там такого не несёт, но всё-таки мы не распилились, мы сделали акцент на самые такие болезненные болевые точки для региона. Там и вопросы здоровья, медицины, вопросы ЖКХ, естественно, и ещё раз повторюсь, вопросы туризма. Что касается тура индустриализации, мы здесь ставим очень серьёзный такой аспект, мы делаем серьёзное направление, с учётом особенностей региона. Вы уже сказали, что кроме того, что земля – это оружейников, крупных предприятий химических, металлообработки, но здесь уникальнейшие города со своей историей, со своей культурой. Кроме Ясной Поляны, где мы сейчас находимся, есть музей сегодня Поленово, Куликово поле, и маленькие города, которые имеют свои дворцы, свои усадьбы. Это удивительный мир, это удивительная земля со своей удивительнейшей историей. И буквально в каких-то доступностях, в 80 каналах от Москвы, совсем другая атмосфера, совсем другое восприятие. Вы мне сейчас говорите, сколько приезжают москвичей сюда отдыхать? Ну, москвичей, вы знаете, я вам говорил, докладывал по поводу того, что москвичи – это дачники, так называемые, которые на субботу-всесенье в сезон, их порядка миллион, миллион триста, миллион четыреста. Это достаточно. Ну и мы также говорим о туризме. С учётом того, что мы находимся у нас, хозяйка площадки Екатерина Александровна, значит, мы делаем акцент на чём туризма. Мы хотим таким образом сделать, чтобы, значит, в миллион в год посещали туристов наш край. Мы хотим сделать, чтобы туристический потенциал был таким образом развит, чтобы этот туризм был не выходного дня, чтобы этот туризм был именно отпуск, каникулы, и чтобы люди сюда приезжали не на один-два дня, а чтобы половина отпуска, половина каникулы с детьми они здесь проводили, была определённая института, структура. И как слово дать мне человеку, который принимал активную участие именно по своему профилю Екатерина Александровна, чтобы она в двух словах пояснила, какая программа, что заложено и какие основные аспекты, на что мы делаем направление. Пряничек Туль, всё можно поправить? Всё можно просто, всё, всё состоит из народов, всё состоит из нашей области. Екатерина Александровна. Спасибо, Горбина, за предоставленные слова. Я хочу тоже сказать, что вот это наш традиционный толстовский анковский пирог. Да, это специально, это был рецепт Софьи Андреевны, и это стало символом семейного благополучия. Я хочу сказать, что Алексей Геннадьевич... Ну что, сохранился просто рецепт. Вообще, сохранилась, знаете, поваренная книга Софьи Андреевны, поэтому мы знаем, что Софья Андреевна готовила, как бы, на Льва Николаевича каждый день. Мы можем восстановить. Не пирог сохранился, а рецепт. Да, я работала в группе по сохранению культурного наследия и развитию туризма. Работа в нашей группе была очень активная, содержательная, было много предложений. Вообще, Тульский регион очень такой туристически богатый, много всяких направлений можно развивать. Можно и классический туризм развивать, можно и образовательный, агротуризм, экотуризм. И еще сейчас в нашем регионе развивается такая набирающая форму популярности, форма туризма, как промышленный туризм. У нас много предприятий, да, вот так сказать, и есть возможность посетить предприятие и увидеть сам технологический процесс. Это очень интересно и очень пользуется большим-большим интересом у наших, так сказать, посетителей. Особенно, если это ОПК, оружейник. Ну, вот, Евгений Анатольевич, подтвердите мои слова. В принципе, это приходят, да. Но начали мы с чего, Владимир Владимирович, извините, производственное объединение Толомаш, генеральный директор Дронов Евгений Анатольевич. Ну, начали с чего? Что детей, работников предприятий, в принципе, туда, мы приглашали на день рождения завода на предприятие. Они ходили по рабочим местам своих родителей. У нас есть хороший музей, он аттестированный музей. Ну, там нет закрытых вещей, а то все, что можно, показывал, мы покажем. Я вам скажу, большой интерес дети проявили, а потом, когда они повзросли, они потом уже и пришли к нам работать. У нас очень много династий работает в этом направлении. Поэтому есть такая задумка, в принципе, музей открыть и сделать его свободным для посещения при летах туристического. Интересный производство проявляется и к рабочим местам. Да, я знаю, что есть посещение кодительской паблике Ясная Поляна, хлебозаводов. Вот это тоже действительно пользуется большим интересом и спросом. Да, но мы с вами сегодня в преддверии дня рождения Льва Николаевича Толстого. Завтра будет очень важный для нас день. Завтра в Ясной Поляне пройдут писательские встречи, будет звучать слово о Толстом. А кульминацией завтрашнего дня станет открытие театрального фестиваля. Театральный фестиваль – такое грандиозное событие. Кто приедет? Приедет МХТ им. Чехова, приедет Театр Никитских ворот, приедет Театр наций, приедет даже Театр Маяковского, но у них, так сказать, они будут просто устраивать читку одной пьесы, посвященной Толстому. Да, еще хочу обратить ваше внимание, что в 2020 году исполнится 500 лет со дня основания Кремля и засеченной черты. То есть Тула – это форпост, который на протяжении пяти столетий охранял Москву. И мы вышли с такой инициативой, чтобы это объявить праздником. Нас поддержало Министерство культуры Российской Федерации. Значит, готовится к постановлению правительства. Надеюсь, что скоро к вам на столе ляжет указ о праздновании этого юбилея. Знаете, этот праздник важен не только для нашего региона, но, я считаю, для России в целом. И я думаю, что именно подготовка к этому празднику поможет нам к новому какому-то патриотическому виду, к какому-то историческому воспитанию нашей молодежи. Я очень прошу вас поддержать этот наш проект. А письмо у меня с тобой, Владимир Ильич. Кто бы сомневался. Что там? Там много мероприятий. Там и мероприятия и событийного туризма, и восстановления исторических поселений, которые просто на территории этой засеченной рубежи. Несколько малых городов, которые действительно были в форпост. Поэтому там много мероприятий, помимо, так сказать, просто событий, но и какие-то такие. И восстановление, так сказать, историко-культурное, так сказать, и... Ну, естественно, одного указа мало. Там должны быть определенные субсидии. Мы на этот тоже разговаривали с Министерством финансов. Не совсем они радостно обрадовались нашим разговорам. Но движение есть. Мы получили поддержку, Дмитрий Ильич. Движение встало. Два суток. Быстро-быстро удаляются. Вот еще хочу поделиться одним нашим хорошим проектом. Это проект «Русские усадьбы». Это межрегиональный проект туристический, объединяет разные регионы. И Калугу, и Московскую область, и Турску. Да. Они у нас очень много, и совсем малое количество в приличном состоянии. Вы знаете... Очень много разрушений. Да-да-да. Ну, вот именно вот этот, так сказать, этот проект, и то, что Тульский регион, как пилотную вашу федеральную целевую программу по развитию внутреннего туризма, мы считаем, что это будет являться, в общем-то, толчком к восстановлению усадьб, к ресторации, к реконструкции. Я думаю, что и толчком к какой-то строительству новой инфраструктуры. Но здесь нам все-таки потребуется тоже помощь властей. Ну, вот здесь уже региональная власть. Потому что вот эти... Что к инфраструктурам? Преста, это гостиницы небольшие. Гостиницы, рестораны. Недорогие, но хорошие, качественные. Ну, три звезды, но уже такие устойчивые. Нужно просто вовремя хорошие места отводить под строительство этих объектов, создавать условия для их эффективной работы. Потому что надо же вложить, а на сто процентов они не могут быть уверены, что как пойдёт. Надо помочь, Алексей, это точно можно сделать, договориться с Министерством культуры, с другими нашими ведомствами, чтобы эти гостиницы закружены были, чтобы потоки сюда направлялись. Это точно можно и сделать. Сюда люди поедут, хотя бы из-за Ясной поляны. Но здесь есть и другие места, которые можно посмотреть. Природа красивая такая, действительно предприятия такие любопытные. Поэтому, вот если не просто так дать им землю, хотя это тоже нужно сделать своевременно, но и создать какие-то дополнительные условия, которые будут... Мотивированы. Да, будут хорошей мотивацией. Да ещё и поговорить с коллегами, чтобы помогли загружать их. Это точно может целую отрасль можно сделать. Вот как раз мы на эту тему сейчас и говорили, по поводу того, что как раз в программе развития санэкономического, где, значит, определенные... Извини, вот на то, что вы сейчас придумали, вот этот праздник, да, с федеральными каналами и так далее, вы поговорили, вам это всё, коллеги сделали. Вот если одно, второе, третье мероприятия такого рода, всё, и поток обеспечен. Безусловно, правда. Вот поэтому мы как раз и предусмотрели, мы и заложили, в программе социально-экономическое развитие, как раз 2 миллиарда рублей по этой той же задачи. И вот как раз цель, то, что вы сейчас думаете, по поводу инструктуры, гостиницы, это как раз, о чём я вам только что говорил, что мы не хотим сделать... У нас нету недостатка с туристами выходного дня. У нас здесь Москва, наши соседи, и на стране тоже достаточно большого количества. Но это суббота-воскресенье. Но им тоже надо дорожать. Да, мы дорожим. Но мы хотим это расширить. Мы хотим, наоборот, чтобы они не 2-3 дня, а 4, 5, 6, 7 дней. Поэтому у нас есть уже положительные примеры. И мы рискуем уже, Алексей Георгиевич, не знаете. Я вот, например, директор промышленного предприятия. Мы строим гостиницы, то есть мы вкладываем собственные деньги в развитие бизнеса. Эта задача на территории Турской области решается с помощью государственных частных партнёрств. У нас уже есть положительные примеры. Так и надо. Вот я бы хотел прощать, чтобы Сергей Васильевич Кузнецов, это бывший чиновник, ныне предприниматель, предприниматель, который занимается очень таким, я считаю, культурно-историческим. С времён ещё, когда Левша блоху подковал, а уже его направление, чем он сейчас занимается, уже было. Это наш такой бренд Турской области, кроме тульских пряников, самоваров, оружия. Есть ещё такой пример, как фельмонская игрушка, которая имеет очень богатую такую историю. Такая яркая, но знаете, жизнеутверждающая игрушка по оценке специалистов ей более 600 лет. Алексей Ильич, разрешите? Конечно. Продолжим. Вы говорите, не меня. Ну, вы начали, я просто от этого делаю. Чувствуете, что военный человек. Наш человек. Вы знаете, так сложилось, что прерогатива, в общем-то, музейной деятельности – это государство. Но когда мы задумали создание частного музея фельмонской игрушки, конечно, мы рисковали, но потом этот страх ушёл, потому что мы получили колоссальную поддержку, начиная с финансовой, в виде грантов, инфраструктурную, сегодня не только до муниципального образования, но и до самого музея прекрасная асфальтовая дорога, современные указатели дорожные, отвечающие всем требованиям. То есть есть все условия для развития музея. И вот за несколько лет нам удалось музей вывести на самоокупаемость, он уже работает, пусть небольшой, но прибыли. И что интересно, вот эту связку, да, в развитии туризма, инфраструктуры, я хотел бы показать, что сначала мы открылись, на нас так очень осторожно смотрели другие предприниматели, даже не понимали, а зачем пришли, с чем. Но сегодня в связи с ростом количества туристов зашли уже предприниматели, которые строят гостиницу на 70 мест, и ресторан на 170 посадочных мест, которые планируется открыть уже в 17-м году. То есть вот это работает. Парик Иванович, разве что ли? Привлекает людей. Красиво, ярко. Красиво, ярко. Можно свистить, мусорник. Да, почти красиво, каждый игрушка, Владимир Владимирович, это свисток. И она еще играет. Но, Владимир Владимирович, пользуясь случаем, хочу вот преподнести вам. Спасибо. Дело в том, что это символ Солнца. Это старый славянский символ. Это первое. И второе. Всадника всегда дарили воину, дарили голове с пожеланием быть всегда, наконец, быть первым успешным. Спасибо большое. Благодарю вас. Если можно, Владимир Владимирович, продолжим. Я глава города Тула, Циккорий Юрий Иванович. Но хочу полностью подразумевать... Юрий Иванович. Юрий Иванович. Хочу подразумевать полностью слова Алексея Геннадьевича и Екатерины Александровны по поводу того, что интерес в городе Туле сейчас очень высок. И в частности, вот приведу пример, продолжая разговор о том, что 19-20 августа у нас были Дни Москвы, в городе Туле, в Тульской области. И приезжали обычно на один-два дня по плану. Но увидев наш город, обновленный, подсвежевший, молодой, красивый, в общем-то, многие делегаты, они оставались... Лучше стало. Оставались, Владимир Иванович, вот честно говорю, оставались на 3-4, на неделю и больше. И причем, вот то, о чем мы говорим... Не знали, как это спроводить. Нет, нет, мы были рады. Мы были рады, потому что, знаете, это как бы прообраз, прообраз уже хаба Тульского, то есть, что были, как бы, он центр потоков наших туристов, потому что они уезжали в Ясную Поляну, приезжали в Тулу, на Куликово поле приезжали в Тулу, и то есть, как бы, вот. Но мы рады очень, я думаю, были, потому что это прообраз вот того, о чем мы говорим. Да, хочу сказать о том, что при разработке программы у нас, как бы, мы поняли одно, что наши горожане, Тулики, они очень хотят, чтобы развивались городские пространства. То есть, места отдыха, места встреч, места активного такого общественного, так сказать, восприятия. И у них, вот у горожан, есть целый, как бы, ну, список мест Тулы, которые нужно обустраивать. Но есть в то же время и такие акценты. Это набережная Тулы, нашей реки, это сады, парки, вот, и центр города Тулы исторический. Вот там как раз мы собираемся делать то, о чем вы говорите. Значит, то есть, это гостиница, это, так сказать, кафе, и так далее. То есть, Юрий Иванович. Юрий Иванович, все, что мы сейчас говорим, чрезвычайно важно. Значит, развитие туризма, музейное дело, парки, сады. Как у вас с жилищно-коммунальным хозяйством, с дорожной сетью, с внутридворовыми пространствами и с расселением аварийного жилья? Вот как он с этим делается? Можно ездить? Да, пожалуйста. Как раз я хотел сказать Юрию Ивановичу, что парки это здорово. Нет, это действительно здорово. Это тоже здорово. Это среда, в которой люди живут, это точно совершенно. Да. Ну, мы прекрасно понимаем, что в программе развития на ближайшие пять лет и отмечены такие тонкие, чувствительные темы, которые вы постоянно делаете посылок, на которые мы слышим эти посылы. Вот, кстати, мы находимся, к сожалению, по ветхому переселенному жилья, мы находимся в первом месте, в первом месте занимаем СФО и седьмое место в России. По расселению? По расселению, да. Так это словилось. Нам предстоит еще переселить из аварийки до конца программы 320 тысяч квадратных метров аварийки. А сколько это человек? Сколько? Порядка 16 тысяч. 16 тысяч, да. Значит, два года было проседания, и застройщики были... У нас по стране 700 тысяч с лишним. Ну, уже 300. Расселены. Только те, которые в очереди до первого... До первого, 90-го. За два года мы просили, Владимир Владимирович, потому что из-за застройщиков, но сейчас активизируют работу. Все объекты, которые у нас находились в замороженном состоянии, мы их запустили, завели новых застройщиков. Мы активно работаем с федеральными министерствами, такими, как строительство ЖКХ, которые вошел в программу вместе с Российским банком. Запустили все объекты. Тем самым мы еще точно затронули проблему дольщиков, которая очень серьезно стояла на самом деле и в Туре, и в Южной области. Убрали самые такие ключевые моменты, где дольщики больше всего были обмануты. По той компании, вам известной, СУ-155, и сейчас эти объекты уже в догоночном графике, уже по некоторым объектам люди заселяются. По новой Туле 7 корпусов начались с ремонтной работы, тоже в догоночных графиках. А что за новая Тула? Новая Тула – это присоединение... Юрий Иванович, Петиньев. Это у нас Ленинский район присоединился к... Муниципальное образование города. То есть у нас был район, который был оценен... Ну, входил... Входил в область, да? В область, да. А теперь он присоединился, и у нас площадь города Тула, большой Тула, она увеличилась в 10 раз. То есть сейчас... Валерий Иванович, сейчас у нас... В 10 раз? В 10 раз. То есть у нас сейчас город Тула по площади, среди всех городов Российской Федерации, занимает второе место после Москвы. То есть это 1550 квадратных километров. И поэтому, конечно, вот есть возможность для того, чтобы то, о чем Алексей Игнатьевич говорит, это спальные районы и микрорайоны и так далее уже не в центре города и не в самом городе строить Туле, потому что это точные застройки. Транспортные развязки и так далее. Ну, мы это все продумываем. Транспорт и социальные инфраструктуры. Да, обязательно. Это все сначала... Магазины, Да, школы, детские сады, там поликлиники, амбулатория, то есть вся инфраструктура, она, в общем-то, подумывается, делается и так далее. Сейчас у нас очень хороший опыт. Вот сейчас у нас есть микрорайоны Новая Тула, другие микрорайоны. У нас около сейчас 8 микрорайонов, которые, в принципе, уже... Некоторые уже заселены, другие сейчас заселяются и так далее. И, в общем-то, показала практика, что действительно этот путь очень правильный и верный. Потому что жители, как правило, когда точечная застройка, когда мы в город Тулу наполняли жилыми домами, то там и машины, и транспорт, и так далее. Ну, в общем, скучность людей появилась и так далее. Поэтому, конечно, люди были недовольны. А сейчас вот это расселение, оно очень хорошо, в принципе, потому что на тех местах, где мы, допустим, удаляем аварийные дома, мы делаем благоустройство. Места отдыха и так далее. Это не про районы, они уже как бы направлены. Юрий Иванович, вы сколько лет уже работаете в качестве мэра? Я второй год, два года, полтора года. Ну, немного, да? Ну, вот и вам хочу сказать, и Алексею Геннадьевичу, нужно расселять аварийное жильё. То сейчас совершенно абсолютно. Нельзя допускать, чтобы люди жили в каких-то бараках и в нечеловеческих условиях, но нужно следить за имеющимся жилым фондом. Нельзя допускать рост аварийного жилья, белого количества. Своевременно нужно делать. Своевременно. Мы внимательно смотрели Вашу встречу в Средиземной России и посыл по поводу современного камп-ремонта, текущего ремонта. Мы это всё услышали, зафиксировали. И мы эту работу, я хочу сказать, ввели на упреждение. Поэтому я лично держусь на контроле. Но я хочу признаться, что мы много делаем сами, мы стараемся много делать сами, но без федеральных властей нам не справиться с этим. Нет, ваша программа есть, она работает. Поэтому я бы вас хотел попросить, и я знаю, что с этой просьбой обращался мне один глава региона, эту программу всё-таки приселение продолжить. Потому что иначе регионы не справятся. Значит, что касается, есть ещё такой тонкий вопрос, это жилищно-коммунальные услуги. Тут тоже надо разбираться внимательно и в общем... Управляющие компании? Управляющие компании, совершенно верно. Управляющие компании, которые недобросовестные, которые понаберут домов по 50-60, деньги собирают и потом пропадают. Вот у нас есть здесь специалист, украинатор проекта народной контроли ЖКХ Анастасия Олеговна Дементьева. Она у нас приседает, она у нас самая активная участница по этому направлению. Встречается с жителями, ведёт растительную работу. Мы сделали определённые вещи для оздоровления климата управляющих компаний, чтобы это было более прозначено, чтобы люди видели. Ну, я не буду, перейти не хлеб, пусть он нам расскажет. Спасибо большое, Алексей Геннадьевич. Уважаемый Владимир Владимирович, безусловно, при подготовке программы развития нашего региона мы особое внимание делили вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку ЖКХ, это, наверное, пожалуй, самый злободневный вопрос, он касается буквально каждого. На сегодняшний день в Тульской области взят курс на обновление и на наведение порядка на рынке ЖКХ. Мы этот вопрос обсуждали серьёзно с экспертами при подготовке нашей программы. И на заседании одного из экспертных советов, Алексей Геннадьевич, предложил разработать рейтинг управляющих компаний, который бы позволил объективно оценить, как действительно работают компании, вместе с общественностью обсудить критерии оценки управляющих компаний и на самом деле показать людям, кто есть кто, кто как работает и кто какой оценки заслуживает. Совместно с общественностью такой рейтинг был в Тульской области подготовлен, он был официально опубликован и стал мощным ориентиром не только для жителей, которые могли бы выбрать ту или иную компанию, которой бы они доверили управлять своими домами, но и также мощным стимулом для работы управляющих организаций. На сегодняшний день мы можем видеть положительную динамику введения рейтинга. Если в первоначальной версии рейтинга количество худших компаний, равнялось 40, то уже в обновленной версии рейтинга количество компаний снизилось до 20. То же самое практически вдвое произошло увеличение количества нормальных компаний, которые добросовестно исполняют свои обязательства перед жителями многоквартирных домов. Также мы наблюдаем практически вдвое улучшилась платежная дисциплина управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Это тоже немаловажный фактор. Мы знаем, что это достаточно проблемная зона и здесь есть еще над чем поработать. И вот общаясь с жителями, мы отметили, что управляющие организации стали более оперативно реагировать на те обращения граждан, которые к ним поступают. Если раньше люди дозвониться не могли в управляющие компании, месяцами компании просто не производили никаких работ на доме, то сейчас тенденция меняется к лучшему. И я думаю, что впереди здесь достаточно хорошая и понятная перспектива. Сегодня мы регулярно с жителями общаемся, мы знаем ту проблематику именно по ЖКХ, которая сегодня интересует жителей, чувствуем ее и здесь вполне понятны перспективы нашей дальнейшей работы. Поэтому в августе месяце на территории Тульской области мы провели месяц открытости управляющих компаний. Впервые в Тульской области. Это был целый комплекс мероприятий. За это время было проведено более 400 отчетных собраний управляющих компаний перед жителями. Это и выездные приемы специалистов на территории муниципальных образований, личный прием руководителей компаний и многие другие мероприятия. Сегодня эта тенденция была поддержана жителями и мы в Тульской области эту работу будем продолжать, потому что ЖКХ сегодня должно стать понятной, доступной для каждого гражданина. Сегодня люди должны знать, на что конкретно расходуются средства управляющими компаниями, на текущий ремонт и обслуживание наших многоквартирных домов. Сегодня закон нам как собственникам дает достаточно широкие полномочия, но не всегда граждане могут грамотно использовать свои права, грамотно защитить свои права и, конечно же, наша существенная роль им в этом помочь. Поэтому мое однозначное убеждение и моих коллег не только по экспертному совету, но и в Тульской области, что ЖКХ это не сфера, лишенная каких-либо перспектив, ЖКХ это сфера, которая должна и может явиться. Поэтому очень многое зависит от нас, очень много перспектив, поэтому будем работать и менять ситуацию к лучшему. А у вас основной деятельности какой, вы чем занимаетесь? Я являюсь депутатом Турской городской думы. Вы знаете, Алексей Геннадьевич, должен знать, Юрий Иванович, у нас на федеральном уровне принято решение, ЖКХ есть, и заработала электронная программа, в рамках которой управляющие компании обязаны выставлять все свои основные показатели. Сколько чего стоит, по какой цене они и где они что-то закупают, какие они работы проводят, сколько эти работы стоят. Значит, вам обязательно посмотрите, если у вас еще не заработало. Мы были одним из пилотных регионов по визнению системы ГИС-ЖКХ. То есть, функционируют. Надо, чтобы она была живой, эта система и постоянно обновлялась. И тогда будет происходить то, о чем коллега сейчас сказал, а именно люди будут видеть все эти основные показатели. И можно будет сравнить. И тогда появится нечто такое, что позволит даже вести какие-то элементы соревновательности в этом процессе. Если видеть, что в соседнем доме другая компания работает эффективнее, а стоят ее услуги меньше, зачем тогда та, которая обслуживает наш дом. Вот и все. я надеюсь, что это приведет к определенным положительным сдвигам. Но и этого недостаточно. Нужно постоянно анализировать, что происходит в жизни, на практике. Нужна обратная связь с людьми. Вот эту связь нужно наладить. И это первое. И второе. И Георгий Иванович, и вам хочу сказать, вы еще можете пока ссылаться на то, что недобросовестные застройщики, недобросовестные компании. Пройдет еще пару лет, и люди вам скажут, а зачем вы допускаете, чтобы такие недобросовестные с нами работали. Поэтому сегодня еще можно сослаться на это. Завтра уже будет. Это уже разговор пульсбергенов. Это уже никого не интересует. Постоймись гораздо большого количества механизмов государственного контроля за деятельностью управляющих организаций. Мы знаем о том, что у нас был механизм лицензирования деятельности управляющих компаний. Я считаю, что это очень важный и правильный шаг в развитии рынка ЖКХ. Поскольку если брать на примере Тульской области, после 1 мая 2015 года, когда был введен механизм лицензирования, у нас рынок ЖКХ обновился практически на 30%. То есть это существенное обновление. И хочу также отметить, что порядка 40% жителей Тульской области, которые оказались в случае безуправляющей компании, когда их дом остался, они сделали самостоятельный выбор. То есть они действительно проанализировали какие компании, когда получили лицензии, какая у них репутация и сделали осознанный выбор на общее собрание. То есть и вы отмечаете здесь на практике, что введение лицензирования оно себя во всяком случае в данном оправдывает. Оправдывает. И врача, к которым можно на них надавить. И тогда я хочу добавить, если можно, что с прихода Максима Игнатьевича отношение самих управляющих компаний к самому процессу, к нам, к жителям нужно было привести их в порядок, нужно было действительно создать рейтинг. В тех компаниях добросовестные, они нормально работают. Они добросовестные с ними занимаются. Определённые органы и так далее. Уже начали заниматься. Начали заниматься и они это почувствовали. Раньше мы за ними бегали. А теперь они. Теперь они уже. Но тут же с этим административным ресурсом должен быть аккуратнее пережимать. Нет, ни в коем случае. И добросовестно, как Вы сказали, Сергей Геонидович, их нужно поддержать. Обязательно. Потому что те компании, которые находятся в зелёной, желтой зоне, есть красная зона. Те компании, которые находятся в красном зоне, они всё делают для того, они сейчас активизировались, они всё делают для того, чтобы пойти в желтую зону. Это как раз индикатор, который прозрачен. Если такая ситуация возникла, это очень хорошо. Мы им даём возможность нормализоваться, нормально работать. Я так понимаю, что у Вас каждый за этим столом чем-то конкретным занимался. Вы зачем понимаете? Спасибо большое, Владимир Владимирович. Проректор по науке Турский государственный педагогический университет имени Толстого Константин Андреевич Подрезов. Мы все здесь на самом деле собрались и представляем разные экспертные советы, которые работают над разработкой программы. Всего таковых советов было и групп было 15. но очень часто мы собирались за похожим столом. Был и чай в том числе, но от этого, поверьте, споры не были менее жаркими. Вот именно на таких встречах общих мы и разработали некую такую единую концепцию регионального образовательного пространства. Я прежде всего работал в экспертной группе по высшему и среднепрофессиональному образованию. Единую региональную образовательную пространство, состоящее из 400 ступеней, которое бы красной нитью пронизывало одна общая идея. Это популяризация технических специальностей, это кадры для промышленностей и это, собственно говоря, популяризация технических дисциплин на разных этапах образования ребенка от школы и до профессиональной ориентации и профилеподготовки уже будучи рабочим человеком. И многие проекты, которые заложены были в программу, они уже реализуются. В области уже функционируют две профильные юношеские физики математической школы, уже работают в Академии занимательной математики. Кстати, Леся Геннадьевич сказал, что мы в программах учитывали предложение обычных граждан Тульской области, очень инициативно граждан Тульской области. Было такое предложение поставить в школах 3D-сканеры, 3D-принтеры для детей, для того, чтобы мотивировать их к 3D-моделированию, вот, к этой работе, да, в областной деятельности. Этот пилотный проект уже в регионе заработал, уже ведутся соответствующие работы, и он будет дальше развиваться. Ну и, конечно, вот в области школьного и повышения интереса детей к научно-техническому творчеству мы очень большие надежды возлагаем на открывающийся Кванториум. Вот, буквально ровно через месяц Кванториум откроет свои двери. Очень надеюсь, что этот проект действительно станет знаковым событием. А где, под какой крышей-то? Он, у него будет две площадки, это первый завод «Октава». Да, то, что я о нем рассказываю. Слушайте, хороший проект, да? Да, проект действительно великолепный, потому что работали мы вместе с правительством и Тульский государственный Тельничный университет принимал активное участие и в отборе тех специалистов, которые будут вести занятия и в оценке непосредственно рабочих программ и составлении кейс-стадий, кейс-технологий, кейс-заданий. Это был очень интересный проект и я вот действительно искренне ждал, когда он все-таки стартует. Еще одна площадка Кванториум будет открыта на здании Дома пионеров. который сейчас установили, реставрировали и там есть все необходимое для того, чтобы там это будет первая площадка, она будет откроется первая. А следующим это уже будет непосредственно завод «Октава». 49 тысяч квадратных метров в центре города и 70 площадей пустой. Ну тут сам Бог верил. Да, конечно. Тем более, сделали независимую экспертизу, посмотрели по всем несущим конструкциям, посмотрели по всем коммуникациям. Там капитальный ремонт, косметический ремонт. Есть инвестор, мощный парень такой, который чувствует и видит, что вот эта изюминка будущего, которая потом будет давать такие результаты. Согласен, согласен. Ну и, конечно, вузовское образование, вузы Тульской области. У вас сколько вузов? А государственных высших учебных заведений федерально по нас два базовых основных это Тульский государственный университет и Тульский государственный педагогический университет Толстого. Вот именно эти два вуза и закрывают всю потребность регионов в кадрах. И как раз для того, чтобы состоялась вот эта вот тесная связка между вузами и промышленными предприятиями и была задумана идеология образовательных кластеров в рамках общих кластеров промышленных и эта идея получила отражение в программе. Запланировано создание двух таковых кластеров. Это обороны промышленного кластера на базе ТУЛГУ Тульского государственного университета. Это вот то, о чем мы говорили, нефтехимического кластера на базе нашего Тульского государственного педагогического университета. И это, если посмотреть на программу, в этом есть новизна. В сравнении с тем, что просто было до данного момента. Да, очень большая изюминка. Еще раз, Кластеры, они создаются как? Они создаются путём объединения потенциала промышленных предприятий и образовательных учреждений. Как это объединение потенциала? Это что такое? Очень объясню. На практике мы идём по логике то, как сейчас организуются конкурсы, соответствующие программе Министерства экономического развития Российской Федерации. И один проект кластера конкретно нефтехимического, соответствующий заявку уже Министерству экономического развития подано. Завтра, кстати говоря, в 13.30 будет её предварительная очная защита. Идеология этой концепции предполагает непосредственно тесную связку на уровне... Предприятие и ВУЗ. И Вы получаете дополнительное финансирование? Мы получаем возможность дополнительного финансирования из разных федеральных источников. Мы получаем возможности участия в конкурсах, в том числе федеральных, уже в смысле связке с промышленными предприятиями, что, естественно, повышает шансы. Здесь речь идёт в том числе о конкурсах, не всяких сомнений. Ну и, конечно, это расширяет перспективы по открытию базовых кафедр. Вот это то, что сохранилось изюминка в Турском федерации, базовая кафедра на предприятиях. Мы её не утратили. Базовая кафедра ВУЗа на предприятиях. Мы не только сохранили, расширяем. Вот только за минувшие полгода такая кафедра была открыта. Ещё одна, это химические технологии на базе Олейсовского химического комбината. И активно работает. Активно работает. Вот это, как раз Вы правы, абсолютно изюминка, то, чего не было в Турском регионе. И надеемся, что это действительно позволит сделать ВУЗа точкам такого экономического роста и кипения. Со стороны, извините, со стороны промышленности я могу подтвердить, потому что сам являюсь руководителем кафедры, но, правда, не этого ВУЗа, Турского государственного университета. Кафедра технологии изготовления малокалиберного вооружения. Кафедра есть. Кафедра изготовления малокалиберного. Да, технологии изготовления малокалиберного вооружения. Поэтому, в принципе-то, у нас давно смычка есть в промышленности с ВОЗом. И если бы этой смычки не было, мы сегодня, конечно, понесли бы очень большие потери в кадрах. У нас и так коллеги говорят, что все хорошо. Но, наверное, все хорошо не бывает. Кадровая ситуация у нас не очень здоровая, скажем так. Поправляем сейчас. Мы тогда собирались за столом, программу делали перспективного развития Тульской области. Было 15 групп. Во всех 15 группах красной строкой стоял вопрос кадра. Кадра образовывается. У нас близость к Москве. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, это хорошо. Переманивает Москва. Она на себя оттягивает. Не только Москва. Сейчас уже началось, так сказать, и Санкт-Петербург, начались проекты Волгоград. Кадровая ситуация. Почему, что мы будем в Казань поехать? В Краснодар поехали. В Краснодаре. Да, поэтому мы тоже сейчас принимаем меры, предприятия принимают меры. Ну, какие? Ну, например, я подбираю кадровые ситуации, да я заключаю с ними договор. Я заключаю с ними договор на 20-25 лет, но покупаю им квартиру. Допустим, за жилье. Есть такие ребята, которые, в принципе, идут на это дело, всеми образованными. Мы, в принципе, покупаем жилье, в течение 20 лет оно переходит в обсуждение, да. Плюс к этому, значит, вот региональные учебные кластеры создаются, да. Есть проблемы, Владимир Владимирович, которые надо поправлять средней школы. Мы, в свое время, очень большой уклон сделали на финансистов, экономистов, юристов. Не делали так, получилось. Да. Это желающих было. К сожалению, так. А поскольку желающих много, сразу вузы, особенно там, где введены платные системы, они сразу раз туда идут. А сейчас приходится перестраиваться в другую сторону. Ну, у нас, вы знаете, да, сильно вырос спрос и количество желающих поступает на инженерные специалии. Ну, конечно. Это еще и по нам известно. Мы кафедры, поэтому, открыли. Но есть еще другие проблемы на уровне средней школы. Их тоже надо поправлять, эти проблемы. Ну, допустим, черчение. Черчение всегда преподавалось в средней школе, да. То есть люди подходили уже готовыми в вузе прочитать, чертеж и не могли. Сегодня этого нет. Это надо возобновлять. А в ряде школах, там, где физику забыли, поэтому здесь надо вот такие базовые предметы возвращать в среднюю школу. В средней школе готовить это, иначе мы просто будем порваны вот эта цепочка. Конечно, вот это он сказал про кластеры. Эти кластеры, я думаю, помогут воссоединить связь школы средней, университеты и производства. Вот поэтому мы такую связку делаем, Владимир, университет, такие вот юношеские областные физико-математические школы. Ну, и точка всего этого, значит, образование учебно-производственных род на базе крупных предприятий и возрождение в Тульском университете военной кафедры. Ну, и о чем мы с вами говорили по-процессорских училищах научных родов. Тоже такой виток, начало. Как один из элементов. Из элементов. Один из элементов. Алексей Геннадьевич, можно мне два слова просто, чтобы закончить? Ну, Владимир, пожалуйста, пожалуйста. Константин, он хорошо рассказал про кластеры учебные, да? Ну, в принципе, это кадры будем готовить, кадры надо обеспечить рабочими местами. Поэтому мы сейчас, вот Алексей Геннадьевич, под руководством создаем и промышленные кластеры, это узловая, который был заложен раньше, но сейчас резко продолжает работу. Хотелось бы, вот, возьмите кластер свой на чермет сталь, так называемый. То есть это большой проект, который мы делаем сегодня за собственные средства подпринимателей, да? Возводим в Туле производство сталь. Это у нас как-то обидно получается. Мы делаем чугун, чугунный завод, скажем так, на экологию, со знаком минус, да? А потом за сталью ездим в Ижевск, за сталью ездим в Лепецк и так далее. Иногда целесообразнее ездить куда-то, чем с вами. Ну, может быть. Но все это логистика подсказывает, что если будет здесь вот чермет стали, который будет выпускать те профили, которые востребованы нашими металлообразующими предприятиями, то это будет, наверное, все-таки правильное решение вопроса. Поэтому здесь бы хотелось бы, конечно, чтобы в этом вопросе была тоже помощь из остальных государств. Но самое главное, помню, я сейчас продолжу, если вы можете дальше. Мы по вашему получению и совершенно правильным, так сказать, замечаниям, мы должны слезть с импортной едой и заняться вопросами импортозамещения. И мы вплотную сейчас к этим вопросам приступили. К этим вопросам приступили. Вот, допустим, у нас мы сейчас открыли, возвратили свое станок строения. Значит, мы, в принципе, сегодня первые 150 миллионов вложили на реконструкцию инструментального производства. Потому что весь инструмент, который идет на станке с числа направлениями, управлениями, он покупался за рубежом. Это, допустим, просто нельзя. Вот, значит, есть положительные примеры. Скажем так, на комплектацию военной техники, да, мы сегодня уже комплектующие все производим в России. И покупаем в России. Там вот у меня было где-то порядка 18 позиций. Из них там 8 позиций в дальнем зарубежье, 10 позиций на Украине. Мы сейчас все переориентировали, все 18 позиций производим в России. То есть эту проблему мы решили. А вот со станками там сложнее. Сложнее в чем? Значит, ну, пока мы приступили к отвердочной технологии. Откровенно говорю, это отвердка. Значит, продаем. Есть результаты. Значит, 100 миллионов в прошлом году объема реализации. В этом 500 миллионов уже объема реализации. Но так мы полностью импортные смещения. Здесь обеспеченные смещения не все равно. И для простой причины. Я не могу себя на предприятии делать, допустим, шпиндерную группу, системы с числовым программом. Вы прямо сняли, я ждал, пока вы закончите. Но вы сами до этого добрались. Что хотелось сказать? Натурального производства делать не нужно. И это невозможно. Без понятия. Вот в этом плане хотелось бы попросить государственной поддержки по созданию таких предприятий. И я знаю, что Алексей Геннадьевич сегодня обсуждал этот вопрос по шиновым делам. Создание таких предприятий, которые бы работали на все станкостроение страны, но это были специализированные предприятия. Потому что я могу сделать шпиндер, но у меня станок золотой будет. Да, да, конечно. Если я буду заниматься шпиндером и щепу, Я поэтому и поставил вам, сказал. Надо всегда понять, это лучше купить или лучше на магнитке закупать. Ну, это для условно. Но это нужно, чтобы Алексей Геннадьевич с Мантуровым поговорил, чтобы вы сформулировали эту проблему, и чтобы он с Мантуровым потом с министром промышленности пообсуждал. А он в курсе, Мантуров. Это поставили. Он был в властном предприятии. Мы ставили. Здесь же даже не обязательно на средства федеральные. Здесь можно найти инвесторов, да? Можно, можно. Тут инвестору надо показать рынок. А для того, чтобы показать рынок, нужно со всеми своими проработать. И поддержать. Как в этапе поддержать. Понимаете? И показать, что ему делать. Потому что инвесторы могли... Конечно, конечно. Вы правы, абсолютно. Поэтому вот в этом плане, конечно, государственная поддержка... Вы правы, да. А так мы, в принципе... Вы говорите всем, да. Правда, все есть. А так мы, в принципе, готовы заниматься полностью импортозамещением. Считаем постановку вопросов правильной, разумной, реальной и более другого. Ну, она развязывает тоже. По поводу импортозамещения. Это тоже задача такая стоит. Не обязательно замещать всё. Производство, средства и заводство. Да. Но то, о чём вы сказали, строение, это, конечно, основа основ. Поэтому здесь мы вместе должны уделить этому внимание побольше и добиться результата. Вот надо, конечно, на новой базе, но вернуться к тому, что в союзе мы были независимы технологически. Пожалуйста. Я вспоминаю те дни, радостные для меня, когда вы меня вызвали и назначили на должность временно-исполагающего губернатора в школе. И вы мне ставили задачу по поводу демографической ситуации. Я знаю, здесь положительная динамика, положительная, но всё равно ещё смирность очень высокая. Да, у нас 34% населения пенсионного возраста. 34% пенсионного возраста. А больше, чем во многих других регионах? Совершенно верно. Поэтому для нас важна доступная и качественная медицина. И никто лучше за этим столом не пояснит. Кроме того, что он является главой муниципального образования ТОВ, мы ещё заслуженный врач Российской Федерации Юрий Иванович. Юрий Иванович, это доктор. Спасибо большое. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Ну, конечно, в таком возрастном регионе, как Турсково, значение медицины огромное. Здесь отрицать всё нельзя. При разработке программы... Как доктор будет справляться с дорогами и с крышами? Ну, у нас, Владимир Владимирович, у нас как бы есть разделение некоторое. Я глава муниципального образования, представитель Турской городской думы. А у нас ещё есть глава администрации. А, понял, понял. Поэтому, как бы... А где же... Ну, будет порядок на дорогах. Разделение. Молодец. Семенович, они переложили на крепкие руки. Разделение. Да, я уже говорил, Геннадьевич, девушку такую, грубкую, на самый тяжёлый участок бросили. Ну, странно, можно разговаривать с людьми и как бы решать проблему. Это тоже важно. Можно, Владимир Владимирович, продолжить? Конечно. Ну, я хочу, если говорить о медицине, это моя родная область тоже и так далее, вот, сказать о том, что при разработке программы в экспертной группе по здравоохранению, у нас было много экспертной группы, в частности, по здравоохранению, мы убедились в том, что людей волнует очень... Один вопрос серьёзный, это доступность медицинской помощи. Ну, прошла оптимизация, очень много сделано хорошего, доброго и так далее, но есть ещё всё-таки, как бы, населённые пункты, особенно отдалённые, где медицинская помощь вот так ежедневная и так далее затруднена. Конечно. Поэтому мы сейчас делаем упор на то, чтобы медицинскую помощь приблизить максимально к людям. Вот. Там, где это нужно и возможно, мы создаём ФАПы, создаём амбулатории, вот, телемедицинские установки, так сказать, устанавливаем и так далее. И самое главное, это развиваем и увеличим количество мобильных медицинских комплексов. Эта вот форма, Владимир Владимирович, она очень ценная, потому что люди её воспринимают очень хорошо и она действительно очень эффективна, потому что можно практически в сельской местности, практически на дому людям сделать современные исследования, консультации квалифицированных специалистов и так далее. И, в общем-то, люди очень довольны, мы видим очень большой эффект, поэтому будем эту ситуацию развивать дальше. Про скорую помощь тоже не забывайте. Да, и скорая помощь, как раз совершенно правильно, я как раз хотел об этом сказать. У нас сейчас имеется программа развития скорой помощи, обновления автомобильного парка, в частности, по решению правительства, по инициативе партии «Единая Россия». У нас сейчас поступит в область, в ближайшее время, 18 автомобилей скорой помощи, различные комплектации и ещё 19 автомобилей. Алексей Игнатьевич, так сказать, дал распоряжение, выделили из областного бюджета. То есть парк будет уже в этом году обновляться и планируется обновление ещё в будущем году и так далее, и так далее. То есть это очень серьезная ситуация. Но если можно, я расскажу ещё, всё-таки есть ещё достижения некоторые, потому что вы знаете хорошо, что от сердечно-сосудистых заболеваний максимальная смертность. Здесь у нас... Не только у нас, а во всём мире. Во всём мире, да. Во всём мире. Но здесь мы провели большую работу и проводим большую работу наше здравоохранение, правительство. Значит, у нас региональный сосудистый центр современный открыт. Вот шесть сосудистых центров межрайонных. То есть мы сеть такой сосудистых центров создали. Надо электронно объединять. Да, обязательно. Это всё работает. Дистанционные, чтобы они... Дистанционные, да, да, да. Совершенно правильно. То есть телемедицина работает обязательно и так далее. Они все объединены. Вот. Кстати, у нас все лечебные учреждения районные, они имеют телемедицинские установки и могут консультировать специалистов. То есть больных. Да. Вот это очень важно и совершенно правильно. Так вот, если раньше многие пациенты с инсультами вынуждены были лечиться на дому, то сейчас все в 100% случаев лечатся в этих сосудистых центрах и так далее, получая полноценное лечение, вот, диагностическую и лечебную помощь и так далее. То есть это... Вот, кроме того, создана сеть кардиологических стационаров, в которых лечатся пациенты острым инфарктом миокарда. Причем мы начинаем лечить пациентов с инфарктом миокарда еще на допроспитальном этапе, вводя по скорой помощи тромболитики, то есть разжижающие тромбопрепараты. Вот, имеем возможность сейчас, о чем было вот несколько лет, еще можно было только мечтать, Владимир Владимирович. Это, значит, мы можем проводить по экстренным даже показаниям коронарографию, стунтирование. Сами делаете, да? Да, у нас это делается. Далее установка кардиостимуляторов и так далее. Тоже сами ставите? Сами, да. То есть это все мы делаем сами. Теперь кардиостимуляторы, это чье производство? Это производство, к сожалению, пока еще, к сожалению, надо этим тоже работать, кстати говоря, и оборонка могла. А сейчас, кстати, вот у нас проводилась совсем недавно очень большая конференция, выставка, это оборонное предприятие для здравоохранения. И мы просто поразились, потому что оборонный предприятие сейчас готовы уже очень много поставить, много очень хорошей аппаратуры поставить для лечебных учреждений. В том числе и роботизированная техника, и симуляторы учебные и так далее. В частности, вот у Игоря Анатольевича будут выпускаться, уже есть как бы пилотные образцы, выпускаться томографы компьютерные и так далее. То есть, в принципе, наша оборонка, она может, уродные предприятия и другие, они могут сделать очень многое. Ну, я хочу сказать, что вот в результате такой работы и одновременно проведения масштабных медицинских осмотров, всеобщей диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, у нас смертность от заболеваний сервисосуществ очень значительно снизилась. То есть, есть очень хороший эффект и так далее. Но если вот в этой области, Владимир Владимирович, мы достигли определенных результатов, то, к сожалению, в онкологии у нас пока еще сложная ситуация. Показатели по онкологическим заболеваниям у нас высокие, сохраняются. И это подтвердила медицинская общественность, когда мы, в общем-то, обсуждали вопрос на программы, была острая такая полемика и так далее. И мы вышли с предложением в детской областной клинической больнице сделать полный комплект всех необходимых услуг и амбулаторах, и стационарных. И вот очень своевременное предложение, инициатива Алексея Геннадьевича, которая заключается в том, чтобы на территории детской областной клинической больницы построить два недостающих для этих целей корпуса. Кстати, с открытием онкогинекологии детской, реаниматологии, очень, центра реаниматологии, диагностических комплексов, боксированных отделений и так далее. И, кстати, в этой больнице, в этих отделениях могли бы лечиться не только наши детишки, но и в длежащих областей. Поэтому мы очень надеемся, что эти два корпуса будут у нас, в общем-то, в Тульской области для того, чтобы мы будем делать совместно и частично из областного бюджета, но частично можно в программе вписаться в Минздраве. Вот сейчас работаем плотно, проектосветная документация разработана, госэкспертиза прошла, все документы находятся на... в аппарате правительства Дмитрия Анатольевича. Либо идет положительная динамика, мы входим во все программы, но в любом случае ваша завершающая сторона должна быть. Это первое. Бумажка пишите, как обычно. У меня все написано. Хорошо. И что касается, возвращаясь к демографии, для того, чтобы тренд демографический был у нас по густым показателям, мы должны рождать детей. Чтобы семья, которая имеет одного ребенка, она должна перейти в плану планирования второго ребенка, а семья из двух детей планирования третьего ребенка. И для этого их не смущало и не останавливало состояние перехода в домов, которые... Для этого нужно повышать заработную плату родителей. Совершенно верно. Это первое. А может быть, второе. Для этого нужен необходимый современнейший медицинский центр. И вы уже понимаете, о чем я говорю. Все это перинатальные. Перинатальные центры. Перинатальные. У вас нет, да? У нас такого нет, к сожалению. У нас тоже подготовлена проектно-смертная документация. Из претендов пока мы не прошли. Но все-таки я понимаю, для того, чтобы демографическую ситуацию изменить, и действительно, что у нас плюсы показатели, даже заработная плата, это не основной критерий. Основной критерий, конечно... Динамика рождения, если у вас хорошая, в целом, она неплохая. Да, но перинатальные центры нам необходимы. Вот у нас, кто у нас молодой? Можно я сейчас принес? Можно сейчас не как проректор по науке в университете, а как отец, который воспитывает молодого сына маленького семьи. Перинатальный центр – это первое, о чем думает молодая семья, для того, чтобы принимать решение. Обожательное, просто первое. У меня родная сестра, которая сейчас, в данные минуты, в том числе, находится в раздумьях, рожать все-таки второго ребенка, не рожать, потому что проблем действительно с отсутствием финансального центра. А родильный дом есть у вас? А родильный дом есть у вас? А родильный дом есть у вас? Это немножко, кстати, старение. Ну, это немножко другое у вас. Я понимаю, я знаю, что это. Да, есть у вас. В доме еще и я родился. В родильном доме. Если можно, я просто как бы вот, как врач с 40-летним стажем. Толстой еще там родился. Толстый родился на кожаном поводке. Я знаю, что вы рассказали. Верильный, как врач с 40-летним стажем, я хочу просто выразить вам лично очень большую благодарность от медицинского сообщества, от всех людей, за вашу постоянную заботу о здоровье россиян. Вы знаете, вот на глаза изменилась медицина, и то, что медицина сейчас, и медицина еще 10 лет назад, это небо и земля. Просто небо и земля. Поэтому мы сейчас говорим о перинатальном центре, говорим о таких сосудистых отделениях и так далее. Но это, если вот с 10-летней давности посмотреть, это как космические корабли. Мы об этом могли только мечтать. То, что мы сейчас можем. И, в частности, если мы сейчас заговорили о подрастающем поколении, то, в принципе, вот это всемирная государственная поддержка социальных программ материнства и детства, многодетных семей и так далее. И вот благодаря этому у нас сейчас в области хороший рост рождаемости. Увеличивается рождаемость и так далее. Детишек очень много становится. Раньше приходишь с людьми разговаривать. Детишек нет. А сейчас во дворах они заполнены и так далее. И вот в этой связи, Владимир Владимирович, я хочу просто поддержать Алексея Геннадьевича, коллег по поводу перинатального центра. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми. И внутриутровно еще, и при рождении, и в течение всей своей жизни. Сделаем все для того, чтобы центр здесь появился. Спасибо. Спасибо. Это город невестный, но девчонок очень много. Значит, по поводу онкологии, это действительно такая сложная проблема. У нас, вы знаете, как специалист, по всем практически основным заболеваниям идет снижение смертности. По онкологии тоже, но меньше всего. Меньше всего, совершенно правильно. И есть еще одна особенность сегодняшнего дня, к сожалению. Онкология молодеет. Вот это такая штуковина очень серьезная. Поэтому нужно и просвещением заниматься. Особенно это касается маленьких детей. Очень много всяких электронных устройств, всяких там телефонов и так далее. Да, это очень легко. Это вечно, это вечно. Да, да, да. Нужно быть очень аккуратными здесь. Да, это правильно, Саша. Центральные стандарты должны, во-первых, люди должны знать об этом и нужно их соблюдать. Вы знаете, у вас так разностороннее все. Мне кажется, здесь все-таки человека с одним направлением не хватает. Село. В сельском. Мы сейчас, между прочим, в Центральном фирме Лопу, где мы по сборке урожая на первом везде, по зеламу, договорились, да? Неплохо у нас делаться это с картофелем. К сожалению, те вопросы, которые связаны с возвратом земель, которые находятся не в сельхозобороте, у нас тоже достаточно большое количество. Сейчас, с учетом принятых мер на фирменном уровне, эти процессы будем ускорять. А много у вас, да, еще? Достаточно. Достаточно для того, чтобы их использовать. Земля сельхозназначения, но не используются? Не используются, да. В свое время за 3 копеек мы купили, и сейчас не можем найти ни собственников, ни хозяев. Все, надо такую работу продолжать, да. А некоторые нам известны. Некоторые нам известны, но за счет того, что Дума принял закон, и есть определенные положительные такие моменты для ускорения возврата всей сходы земель, мы на этот вопрос тоже будем делать определенный акцент для того, чтобы эти земли начали использоваться. Тем более, есть инвесторы, которые по аграриям хотят вот сейчас, совсем недавно заключили контракт на 80 миллионов долларов по строительству теплиц. Очень хорошо. Да, это хороший такой инвестор, который придет. Значит, есть предложения с другой стороны тоже, я сейчас не хочу, чтобы не углазить, называть предприятие, тоже выходит на достаточно крупную сумму по созданию теплиц, чтобы около годичные, овощи, фрукты. Конечно, Носква, рядом есть вообще, и в центрах страны. Есть достаточно приличные колхозы, есть достаточно частные такие колхозы, есть приличные фермерские хозяйства, которые дают такие целевые показатели, очень серьезные. Мало того, что у нас крупные предприятия, городообразующие, они кроме того, как еще и экономическую составляющую область дают, так они еще на себя берут дополнительную нагрузку, они делают социалку, они делают дороги, они делают садики, они делают какие-то коттеджные поселки для своих... Но будем помогать, это, кажется, обязанность региона. И нужно с них снимать нагрузку для того, чтобы они были в производстве. Вот, ну что, знаете, что, мне кажется, что, во-первых, мне было очень интересно, и у нас, по-моему, такой живой хороший разговор, первое. Второе, что, на мой взгляд, очень важно, это то, что вы действительно с душой очень подходите к тем вопросам, которые нужно решать в самое ближайшее время, в ближайшем будущем. Тулок – красивый регион. Это знаковый, один из знаковых регионов России. И, конечно, многое предстоит сделать всей большой команде, официальной, административной и неофициальной вот такому активу, да всем гражданам. Каждый на своем месте. Многое может и должно сделать. Я хочу вам пожелать всем успехов. Спасибо. Алексей Геннадьевич, вам хочу пожелать успехов. Думаю, что вы должны поблагодарить всех, кто принимал участие в этой работе. Нужно исполнять только. Нужно исполнять. Я бы хотел сказать, что мы, когда писали эту программу, мы ее писали не для того, чтобы она была, а именно для того, чтобы была обратная связь всегда с населением, с нашими гражданами. Это очень важно для нас. И я хочу сказать, что мы приложим все усилия для того, чтобы эта программа была реализована. И самое главное, те показатели, которые у них были заложены, они были выполнены. Но это тоже не самое для нас. Самое главное для нас – это все-таки качество и уровень наших жителей Тульской области, которые почувствовали на себе, что шаг за шагом не все сразу. Москва тоже не сразу сразу, шаг за шагом, но какие-то моменты они чувствовали на себе и прочувствовали именно на земле. Владимир Владимирович, я в заключение хотел бы вам еще раз вас поблагодарить. И вы знаете, что мы сейчас говорили про туристов, которые приезжают на день выходного дня. И мы знаем ваш очень плотный график, мы знаем, насколько вы загружены. Ну вот, Екатерина Александровна, на всех смотрите, Иван Ильич, это наш общий приезжий. Мы вас хотим пригласить в качестве туриста. Самого почетного гражданина России. Посидите Тульскую область, посмотреть красоты, познакомиться с храмами, с дворцами. Нам есть что показать. Мы гордимся своей землей. Кремль не посмотрел. И Кремль посмотрим. Успеем все посмотреть. Если будет у вас отпуск и возможность, мы вас приглашаем. Мы все рады видеть вам. Спасибо вам большое за встречу и что уделили нам внимание. Спасибо. Тулика. Я хотел тоже от имени всех туликов, если так позволите мне, поблагодарить вас за то, что вы поддержали идею Алексея Геннадьевича и присвоили звание героя России Анатолий Петрович Харшкова. Тулики помнят свое прошлое. Тулики гордятся тем, что немец того не взял. И для нас это, конечно, важно. И отдельное спасибо за то, что вы нам прислали губернатора. Наш человек. Губернатор станет только после того, как люди за него проголосуют на выбор. Мы в этом не сомневаемся. Дай Бог ему здоровья и успеха. Потому что мы работаем с людьми, поэтому мы в этом не сомневаемся и уверены. Дай Бог. А если это произойдет, то уже чтобы Алексей оправдал это доверие. Фраза такая стандартная, но в ней много смысла. Владимир Ильич, я тоже хочу вас очень сердечно поблагодарить от имени музейщиков, от имени Ясной Поляны. Потому что именно благодаря вам мы вошли в программу, в федеральную целевую программу культуры России. Мы строим четыре прекрасных объекта. Они на территории заповедника, на прилегающих территориях. Сбылась мечта музейщиков. Строим фонды хранилища. Из мемориальных домов выводим фонды. Строим фестивальный центр. Это будет знаковая площадка для Тулы. И, в общем-то, просто этот новый виток для развития Ясной Поляны. В 2018 году мы заканчиваем эти работы. Это будет 190 лет со дня рождения. Ивана Николаевича Толстого, приглашаем вас. Спасибо. От Тулыкам всего самого доброго. Счастья, здоровья. Детей много побольше. Спасибо.